Зачем градообразующим предприятиям нужен профсоюз? На какие льготы могут рассчитывать те, кто вступил в его ряды? Какую помощь профсоюз оказывает работникам, которые заразились коронавирусом? Об этом мы не только поговорили с Иваном Никитином, председателем первичной профсоюзной организации РПРАЭП в Орфеатсвнеев. Иван Александрович, добрый день. Здравствуйте. Зачем сегодня нужен профсоюз на предприятии? В чем его основная роль? Профсоюз не только сегодня. Он был нужен, сегодня нужен и будет еще много-много лет нужен. Так как главная задачка, цели, которые стоят перед профсоюзом, это защита законных прав и интересов трудящихся. Ну, в данном случае, членов профсоюза. Если говорить о предприятии, то здесь, конечно, реализация этой защиты происходит через заключение и контроль коллективного договора. Так, если вкратце, то коллективный договор, в принципе, для предприятия есть своего рода конституция, где прописано практически все. Начиная с распорядка дня, затем оплата труда, охрана труда, организация отдыха трудящихся и их детей, работа с молодежью, с ветеранами, различные социальные гарантии, опять же, работникам. И это все прописано в коллективном договоре. Кстати, правило внутреннего трудового распорядка также является приложением к коллективному договору. Ну, а в правилах внутреннего трудового распорядка, ну, я думаю, тут все понимают, что это такое. Вот, там, от того момента, как человек приходит на работу, и до того момента, как он заканчивает, прописано чуть ли не каждую минуту. А коллективный договор – это такой динамично меняющийся документ, подстраивающийся под современные реалии, то есть периодически его переписывают, дополняют? – Хороший вопрос, правильно, конечно. Это не какая-нибудь догма, он у нас, естественно, меняется практически чуть ли не каждый год. Ну, а так заключается он в основном на три года, но его можно продлевать, правда, не более, чем еще на три года. Вот, затем уже идет подготовка нового коллективного договора, где уже вносятся там более принципиальные изменения. Ну, конечно, это документ живой, очень живой. Давайте поговорим про то, что лежит на поверхности, про льготы, которые положены членам профсоюза. Собственно, какие? Как-то наша делегация была в Италии, ну, я не имею в виду Саровску, из нашего профсоюза ребята в Италию там по обмену опытом ездили, и вот на очередном собрании там тоже начались эти вопросы по поводу льгот. И там итальянцы. Какие льготы? Какие еще льготы членам профсоюза? Уже само слово член профсоюза звучит гордо, и нам этого достаточно. А вы про льготы. Ну, если говорить уж прям вот конкретно, ну, есть. Есть даже законодательные нормы в Трудовом кодексе прописаны. Член профсоюза может быть уволен по сокращению штатов подприятия только по согласованию с профсоюзным комитетом. И вот эта вот норма касается только членов профсоюза. Если администрация может работников уволить по сокращению штатов, как говорится, по собственному усмотрению, то, что касается членов профсоюза, здесь они обязаны, администрация обязана согласовать этот вопрос с профсоюзным комитетом. Это касается не только нашего, но и всех предприятий, и не только атомной отрасли, но там, где есть профсоюз. А если уж по льготам таким, ну, естественно, конечно, у нас уже свои преференции членам профсоюза. У нас же есть профсоюзный бюджет, который мы, естественно, он складывается из профсоюзных взносов, и вот этот вот бюджет, он тратится как раз во многом своем, да, на организацию отдыха и работников, и их детей. И здесь, конечно, мы, когда готовим путевки к распределению свои профсоюзные, то они, конечно, членам профсоюза удаются по льготным ценам. Это тут не вопрос. Затем, конечно, опять же, благодаря профсоюзному бюджету, мы можем оказать материальную помощь любому члену профсоюза, когда это необходимо, ну, особенно в тех случаях, когда ситуация с материальным положением в семье, или что-то случилось, иногда, иногда выделяем материальную помощь даже на покупку каких-то, какого-то оборудования, ну, допустим, неоднократно покупали койки тяжелобольным. Ну, так что вот в этом плане, да, конечно, здесь они, у них льготы есть, но эти льготы, они как бы заработаны ими самими, членами профсоюза, потому что они, они все-таки вносят свой взнос, так называемый профсоюзный, это один процент заработка. И вот благодаря этому одному проценту складывается довольно приличная сумма, которая вот как раз используется тогда, когда необходимо помочь члену профсоюза, ну, или в беде, или там. Иногда, конечно, мы оказываем материальную помощь членам профсоюза на какие-то поездки, особенно детям. У нас же очень много детишек-аталантливых, одаренных, которые у нас частенько даже за границу на разные конкурсы ссылают. И тут, конечно, помогать надо. Ну, потом для организации различных, опять же, спортивных мероприятий у нас разные команды. Вот, и хоккейная, и футбольная, и баскетбольная, и волейбольная, и теннис, и бандементон. Господи, команд много, и опять же там и взрослые, и дети. И здесь опять очень часто требуется помощь. И профсоюз здесь приходит как раз вовремя. А какой процент работающих в НЕФЕ стоит в профсоюзе? Я так понимаю, что подавляющее большинство. Ну, можно сказать, что подавляющее. Но не совсем. У нас вот уже много лет держится профсоюзное членство в нашем ядерном центре в НЕФЕ. Держится на уровне 70%. А по оценке ученых, всяких аналитиков, это как раз, да, оптимальная цифра. Почему оптимальная? Вот. С одной стороны, 70% это цифра, которая четко дает нам право профсоюзу, профсоюзной организации заключать коллективный договор. Так как это право начинается с профсоюзного членства в 50%. Это прописано в Трудовом кодексе. И если профсоюзное членство в профсоюзной организации 50% и более, то она имеет неоспоримое право заключать коллективный договор. Если меньше, то там очень много вопросов возникает. Очень много. И иногда даже вот на тех предприятиях, где вот та основная профсоюзная организация теряла свое профсоюзное членство и становилось оно менее 50%. Ну, в коллективе возникало брожение, раздрай, и, в общем, оказывалось так, что коллектив вместо того, чтобы заниматься конкретной работой, вот, они разбивались на разные группки и занимались только тем, а кому заключать коллективный договор. И, в общем-то, это получалось для всего предприятия плохо. Ну, и конкретно для каждого человека тоже это было очень плохо. Вот. И поэтому допускать вот понижение профсоюзного членства ниже 50% это недопустимо, особенно в нашем ядерном центре. Почему? Да, конечно, ну, конечно, 80%, 90%. У нас есть, кстати, подразделения в нашем ядерном центре, где профсоюзное членство выше 90%. Это вот такие, как ИЯР, Завод, Авангард, там выше 90% таких вот крупных подразделений, там профсоюзное членство выше 90%. Но 70% не дает расслабиться, дает расслабляться нам, чтобы, в конце концов, да, людей привлекать в профсоюз, объяснять, зачем он нужен. И, так как профсоюз, это все-таки отвлеченно, то нельзя так относиться, ведь как раз профсоюз, когда мы говорим о тех ценностях, которые нам формирует Росатом, особенно, да, а там главные ценности это единая команда, то профсоюз, вот членство профсоюза, это как раз способствует вот командообразованию, именно той сплоченности, единой команде, всего коллектива предприятия. Поэтому здесь вот такая геолектика. Давайте поговорим про наши сегодняшние непростые времена пандемии. Как ты сказал с пандемией на вашей работе, чем профсоюз занимался в пандемии? Оказывала ли какую-то помощь людям, которые болели ковидом, болеют или сидят на карантине? Ну, конечно, свой отпечаток пандемии наложил, в том числе и на нашу профсоюзную деятельность. Допустим, у нас были многие мероприятия, вот, отмененные, особенно, так называемые, отдыхательные, да, экскурсии, поездки на теплоходах, пансионаты и так далее. Но были освобождены денежные средства. И вот эти денежки, значит, мы полностью, которые освободились, мы эти деньги полностью пустили на материальную помощь нашим членам профсоюза, переболевшим ковид. И это решение было принято еще в прошлом году, оно действует до сих пор. Конечно, если взять зиму, вот эту, с 20 на 21, и то, что сейчас, это разница большая, там, конечно, заболевших были просто тысячи. И мы, материальной помощи, решение было принято. Ну, то мы посмотрели бюджет, хватит или не хватит, и так посмотрели. Да, тех денег, которые освобождаются, значит, достаточно для того, чтобы гарантированно 5 тысяч каждому члену профсоюза, переболевшему ковид, можно было выделить. Ну и вот. То есть до сих пор действует это решение? До сих пор оно действует. Я говорю просто сейчас количество переболевших, ну, в десятки раз это однозначно, в десятки раз меньше. Так мы выплатили. А вот за этим мы выплатили материальных помощей, если по количеству смотреть, порядка трех тысяч, и, а если посмотреть по сумме, вот, то это получилось с учетом материальной помощи, связанной там с другими моментами, все сложить, 30 миллионов рублей мы сзади материальной помощи выделили, 30 миллионов. Это, конечно, сумма значительная, и не на каждом предприятии, да и вообще, трудно найти, наверное, в России такое предприятие, где профсоюз материальную помощь в такой сумме выделял. А скажите, а сейчас вы плачиваете деньги всем, кто заболел, невзирая на наличие прививки? То есть если непривитый человек заболевает, все равно ему отплачивают? Не, ну, здесь мы пока МСИ это не рассматриваем, конечно. Ну, что ж теперь, человек переболел. Он наш член профсоюза, поэтому здесь мы идем навстречу и выделяем. Несмотря на то, привился он, не привился. Кстати, у многих, кстати, у многих. Медотводы ведь есть, нельзя прививаться. А расскажите, как профсоюз работает с ветеранами в НЕФ, с теми, которые уже ушли на пенсию? Имеют ли право они на какие-то льготы, преференции? Здесь, конечно, надо говорить о совместной работе профсоюза, профсоюзной организации и нашей родной администрации. Здесь мы вместе курируем наших ветеранов. У них есть свой руководящий орган, который избирается, совет ветеранов. И вот мы контактируем и работаем с ними. И все наши действия согласовываем с Советом ветеранов в НЕФ. И, конечно, принимаем их просьбы. Мало того, ежегодно мы готовим план поддержки материальной нашему Совету ветеранов, благодаря которому они материальную помощь получают и организуют разные экскурсии, которые им нравятся. Мы, в данном случае профсоюзная организация, так как в нашем Вене находится база отдыха «Родничок», мы им организуем бесплатные заезды. Вот, кстати, на следующей неделе будет заезд в «Родничок» наших ветеранов. Они с нетерпением ждут. Ну, а мы не просто так их туда привозим. Естественно, мы культурную программу им организуем. У нас при правкоме культурно-массовая комиссия во главе там с Ириной Ивановной Яковлевой. Она, как говорится, их мама. Хотя, конечно, мама еще молодая. Но ее ветераны любят. И, конечно, она с группой поддержки своей каждый раз организует им различные мероприятия. В «Родничке». И они, отдохнувши там, конечно, всегда уезжают довольные. А обязательно быть участником Совета ветеранов НЕВ? Или отдельный пенсионер, который в этом Совете ветеранов НЕВ состоит, может обратиться за помощью? Совет ветеранов – это руководящий орган. А так ветеранов-то у нас там за 9 тысяч. Не могут же они быть все. Конечно, может из них и пользуются любой. Каждый может воспользоваться теми социальными гарантиями, льготами, которые, кстати, также прописаны в коллективном договоре. Ну, то есть ветеранов не бросаете? Ни в коем разе. Давайте про молодежь поговорим. Вот есть у вас молодежная комиссия. Что это такое? Вот если взять людей постарше, да, можно спокойно сказать, ну, это комсомольская организация. Вот. И как бы этим все сказано. Так и наша вот, наша молодежка, я так считаю, наши комсомольцы, добровольцы. Главная задачка, если говорить, да, которая перед ним и стоит, и поставлена она не только профсоюзным комитетом, но эту задачу ставит и руководство нашего предприятия. Это адаптация молодого работника, коллектив, ядерного центра. Приходит же, их много приходит, вот 300 человек ежегодно, да, ну, и он приходит на работу, никого еще не знает, и так далее, и что будет дальше. И когда он один, это одно, а когда он попадает в группу молодых ребят, которые могут в любую минуту и разъяснить ему любую ситуацию, и помочь в каком-то вопросе и так далее. Я даже знаю случай, когда молодые специалисты, приехав и поработав, как-то были чем-то не удовлетворены, и даже вот пытались уйти из неба, снова к себе там на родину уехать и так далее. Вот. А когда молодежная комиссия взялась за этих ребятишек, вот, стала с ними работать, они практически всегда оставались. Мало того, я многие знаю ребят, которые вот так хотели уехать, а сейчас являются, ну, руководителями довольно высокого уровня в нашем ядерном центре. Поэтому значение молодежки, вот, в плане адаптации молодого работника в коллектив предприятия, огромное значение имеет. Ну, это основное, я уж не говорю про то, что молодежка организует массу мероприятий, вот, которые направлены на повышение имиджа самого вне. Вне, ну, допустим, конкурсы у нас, они каждый год, наша молодежка проводит конкурс к дню атомщика. И название конкурса, вот, три года назад был конкурс. В НИЕВ – территория успеха. И причем, значит, вот этот конкурс охватывает чуть ли не всю молодежь нашего ядерного центра, потому что создаются команды из большинства подразделений молодежные. И идет подготовка к этому конкурсу, ну, затем, вот, как правило, во Дворце культуры, затем собирается, и, конечно, вот, во время подготовки и во время конкурса здесь сама молодежь заряжается, да, ну, и, да и работников заряжает потом, вот. А за прошлый год конкурс молодежный был под названием «В НИЕВ – территория солидарности». Ну, здесь тоже, опять же, уже в самом названии, да, идет речь о единстве, да, о той единой команде, о которой нам всегда говорит наш генеральный директор госкорпорации, вот. И который, опять еще раз повторяю, является основной ценностью, вот, нашей отрасли. А вопрос такой, вот, вы сказали, много культурных, спортивных мероприятий, конкурсов. А может, например, молодой работник прийти со своей идеей в профсоюз или в молодежную комиссию, с горящими глазами? Это всегда приветствует. То есть поддержит? Конечно. И последний вопрос у меня. В каком направлении развивается профсоюз? Какие основные задачи перед вами стоят, которые планируете реализовать вот в ближайшие несколько лет? Главная задача, вот, которая прописана в уставе профсоюза, я еще раз повторюсь, вот, она была, есть и остается. И еще будет, ну, пока, значит, пока, ну, если говорить о нашей стране, не будет построен коммунизм, без профсоюза не обойтись. Потому что, ну, еще раз повторяю, это задачка-то и цель, защита, защита законных прав и интересов трудящихся. И она всегда будет оставаться. И здесь чего для нас самое главное? Чтобы эта защита усиливалась. А, опять же, возвращаясь к тому, о чем я начал говорить в самом начале, это идет речь, опять же, о том, что коллективный договор, хотя он у нас один из самых достойных, один из самых лучших в атомной отрасли, вот, но, но, пределу совершенствования нет. Правильно? Правильно. Поэтому мы и стремимся каждый раз, каждый год смотрим, а что же можно в коллективном договоре изменить, чтобы он стал лучше, достойней, привлекательней для наших работников ядерного центра. Иван Александрович, благодарю вас за уделенное время. С нами был Иван Александрович Никитин. Редактор субтитров А.Семкин